Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, о наших целях. Опять же напомню про свое пари с самим собой и о том, что происходит прямо сейчас. А прямо сейчас происходит следующее. В своем телеграм-канале сегодня ночью я опубликовал такой паттерн, как нисходящий расширяющийся клин и соответственно указывал точки. И мы искали с вами точку G. То есть точка G это моя отебятина, так как я обозначал A, B, C, D и F, G. Точку G я ожидал в районе 19400-19700 по Фибоначчи, но точка G от нас ускользнула и она вот села чуть-чуть выше, соответственно на 19800. Но ничего страшного, потому что мы входим всегда по пробой-ретест-подтверждениям. И именно этот момент, обратите пожалуйста внимание вот сюда, что мы получили. Вот она зона пробоя, пробой, ретест, четко, четенько по линии пробоя и соответственно свеча подтверждения, вот она идет. Что это значит? Это значит, что паттерн отрабатывает тебя. Может ли быть разворот? Конечно допускаем, но на текущий момент времени все идет тютелька в тютельку. Все тейк профиты обозначены. Тейк профит основной данного клина это 23450. К слову, вчера я публично заявил, видел на перевод, что цена достигнет 23000 долларов за биткоин. Это мое пари с самим собой, уже в 10 раз кстати. До этого было 8 побед из 9, надеюсь мы не понизим свои результаты. И как тейк профит бинго 25600. И это все подтверждается естественно чем линиями Фибоначчи. Но мы пойдем дальше. Если говорить про скрупулезное изучение тейк профитов и вовсе до куда мы можем дойти. Если мы будем дробить, то у нас основные тейк профиты на дробление. Получается 22000,23. По линии Фибоначчи 23878. Дальше 24500. Дальше по 0618 Фибоначчи 25642. И финалочка бинго 26500, 26700. Но мы должны понимать, входит ли это в зону аккумуляции. Дело в том, что дойдя до данной точки, мы уже 100% на этой отметке находимся в зоне аккумуляции. Либо это ее дно, либо это ее медиана, либо это ее зона сопротивления, верхняя зона. Но мы все изучим и обо всем поговорим. Самое важное, что мы сформировали с вами паттерн пинцет, о котором я также писал в своем телеграм канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать все первыми, а возможно информация из телеги вообще в видео никогда не попадает. Пинцет это бычий паттерн. Соответственно, пока все идет по наметанному. Как вчера я говорил и показал видео, это должна быть лонговая неделя. Возможно, не чисто лонговая превратится, в итоге дойдет до пика и опустится и станет свечой волчок. Но посмотрим, двигаемся дальше. Сейчас вы видите нисходящий расширяющийся клин, который мы пробивали вниз, ретестили, двигались вниз, получая свои тейк профиты. Тейк профиты 11-16 тысяч пока оставим. Дело в том, что это апокалиптическое дно 11, а вот 16 вполне реально. И мы еще его сегодня затронем, как и вчера. Так вот, если исходить из данного паттерна, я говорил и утверждал, что возможно зона аккумуляции может принять данную структуру. То есть, мы опустимся вниз, будем расторговываться на дневных таймфреймах, образуем что-то в районе двойного дна или головы с плечами. То есть, разворотный паттерн для того, чтобы тренд пошел дальше вверх. И если исходить из теории, то получается, был понижение, возвратка. Как мы говорили, официальное дно должно быть обнаружено в районе июля месяца. Две недели падения, пожалуйста, дно. Потом откат и здесь уже ниже дна мы не опустимся. Соответственно, вот оно и получается. Мы с вами добрались до донышка, откатка. Соответственно, район может быть 23 или, как мы с вами уже смотрели, максимум, что может достичь 26500. Но не нужно в это максимально верить. Но тейк профиты можно дробить и оставлять какой-то процент. Но еще раз подчеркну, основной тейк профит, это тейк профит фигуры 23450. А бинго 25600. Но 23450 основной. Так вот, после того, как эта неделя расставая будет, например, каким-то заколом с возвратом, после чего можем дойти до тех же 16000, что является 0.5 по Фибоначо, дорогие друзья, опять же вернуться откатом. И здесь уже вот он и будет, этот блок аккумуляции, о котором мы говорили, 100% блок аккумуляции. Именно вот эта точка, 100% мы уже были в ней, в этом блоке. И в конце пути, возможно, январь 23 года, нас ждет Тузумун, выход из данного канала и рост. Более подробно сейчас. Исходя из логики Байкоффа, мы имеем зону распределения, где цена расторговывается, пробивает, идет вниз. Попадает в зону постраспределения, расторговывается, двигается вниз. И попадает в зону аккумуляции, где расторговывается, после чего начинается рост. Соответственно, мы с вами находимся, или находились в данной точке, сходили вниз, вернулись вверх. И вот сейчас очень важно. То есть, если эта точка донышка или около донышка, и возврат у нас будет к тем же 26700, то на рисунке структура у нас следующая. Вот оно было, естественное падение, откат, движение вниз, закол. После этого возможный возврат к тем же фиолетовым 26500, 26700. После чего опять возврат к тем же 16000. И после расторговка в зоне аккумуляции, как, например, представлено здесь. Конечно же, достаточно условно, но подробно мы будем подбирать зону аккумуляции позже, когда начнется расторговка, как мы делали, например, здесь. То есть, в рамках этого локального роста на недельки, есть вероятность того, что мы и можем пробить границы с возвратом. А можем и упереться в эту крышку, либо слегка выскочить. Опять же, все возможные тейк профиты обозначены здесь. Следите. Но не нужно думать, что свой тейк профит нужно держать до 26500. Продавайте постепенно, частями, процентами. Не будьте жадинами. Иначе останетесь с носом, как воротину. И тут уже вам не будет свететь Мальвина. Максимум наждачная бумага. Но нужно понимать, что зона постраспределения, она у меня была с горизонтальными спутниками. Я такой художник. Я так расчерчиваю. Но если взять от минимальной точки до максимальной, получается район 47%. Так вот, если взять от, если вдруг это около дно, и подняться на 47 тех же самых процентов, вы получите вот, пожалуйста, эта линия 26500-700 долларов за биткоин. Вполне реалистичная расторговка. Вот этот блок аккумуляций вполне живее всех живых. И все в рамках того технического анализа, который мы делали вот уже полгода. Сейчас на этом ужасном графике я вам покажу. Вот он локальный восходящий канал и глобальный нисходящий. В нем у нас расторговывается цена. Соответственно, мы с вами достигли наших целей. То есть районы ядра, про чуть-чуть не добрались. Там 17200 у нас стояло, 17600 реализовали. Но желудка мы осели на 18900. И вот отскок. Возврат за медианочку. И двигаемся дальше. Вот она, вот эта локалочка. Обратите внимание. Доход до медианы ознаменует 22800. С пробоем, вот она зона, 23200. Где мы видели 23200? Естественно, вот они, 23450 или 0618 по Фибоначчи. Вообще, что может означать доход до этой точки? То есть как раз-таки 23450 плюс-минус может стать разворотной точкой для биткоина. То есть доход, расторговка, двигаемся дальше вниз. Почему? Потому что существует отскок дохлой кошки. И вы о нем хорошо осведомлены. Если мы посмотрим на СПР-линии и скользящие, то получится, что цена может вполне дойти в этом месте до 25649. Потому что здесь СПР-линия С1. И дальше цену могут не пустить. Но если будет пробой, здесь будет остановка с помощью YOMA 50 на дневном таймфрейме. И вот YOMA 50 вполне может себе спуститься при движении битка к тем же самым 26700, 26500. То есть все равно вот этот район С1, он и близок к этому числу. Но на пути у нас есть YOMA 10. Она достаточно слабая, но тем не менее. И YOMA 20. Которая, по сути дела, тоже является слабой, скользящей. Но это зона сопротивления для битка. Как бы кому не хотелось. Но исходя из паттерна пинцета, вполне вероятно, бычье движение до наших целей. Соответственно, где мы встречаемся с 23000? 23000 у нас находится между 10 и 20. По сути, это свободная зона. И биткоину ничего, никакого труда не составит. Пробив вот это сопротивление в районе 22600, ринуться не просто к 23, но и выше. Соответственно, здесь у нас разрыв. И точка S1 является очень и очень интересной. Исключением составляет, если вот это вверх сопротивления аккумуляционного канала. Тогда цену отбросит вниз. Но за всем надо наблюдать. Точно сказать я не могу. Теперь, любопытный момент. На недельном таймфрейме я говорил вам, что скорее всего, и видео так называлось, что это будет неделя ростовая. Локальная. Посмотрим. Если посмотреть на первый медвежий цикл, то у нас ростовая была неделя до жесткого падения. И обратите внимание, был хороший подъем, после чего цену опустили. И мы образовали что-то наподобие падающей звезды. Или даже надгробие. И цена скользнула вниз. И вот как раз таки мы говорили, что у нас три недели еще. А здесь у нас было движение вверх и вниз. Первым движим цикл. Конечно, там было становление битка. И могло быть все иначе. Но если мы будем говорить про второй медвежий цикл, здесь очень правдоподобно. Правдоподобно, так как и должно. По свечным моделям, разворотным. То есть движение вниз аккуратно и разворот. Зона аккумуляции и, соответственно, после выстрела движение вверх. Так что же нужно здесь сказать? Мы говорили, что у нас остается три недели с текущей. Вот она, текущая неделя, как и у нас. Мы сейчас покажу. Расторговка. Движение вниз и вверх. Соответственно, у нас образовался свеча волчок. Неопределенность о смене тренда. И вот они. Раз, два, две последние завершающие недели. И что? Правильно. Дно было обнаружено. Факт. И вот смотрите. Сейчас у нас текущая ситуация. Мы сходили вниз. Теперь вверх. Если дойдем до тех же 25800. Фигурирует уже не в первый раз. Вот он. 0618. Как раз отскок дохлой кошки. Да? Обратите внимание. И после этого движение вниз. И вот раз, два, две недельки. И у нас будет нисхождение и официальное дно. Но не нужно думать, что так все будет. Есть вероятности, что возможно третий медвежий цикл в биткоине будет ознаменовать дно именно здесь. И все. На этом точка. Движение может дойти до, да, конечно, 26400, 25800. И после расторговаться. Да, может еще и кольнет здесь. В июле месяце. Но не пойдет ниже. Все может быть. Не нужно думать, что именно я сейчас такой умный дождусь 16к или 11. Все нужно делать постепенно. Если вы на споте, закупаетесь лесенкой. Если вы и вовсе трейдер, то в чем проблема? Расторговываемся с вами в пинг-понг от зон. Но нужно быть внимательным. Теперь максимальный микроскоп или телескоп к Хаббл. Смотрите. У нас получалось, что вот эта ростовая ситуация, когда мы упали, откупились. После чего нисхождение. И вот оно официальное дно. Жестко упали. В первом медвежий цикле. Что было? Деньги вымываются. Соответственно, мы падали. Здесь был разворотик. Вот оно движение вверх. Как раз таки локальное. И все. Официальное дно. Точка. Идем аккумулицироваться. И двигаться вверх. И вот второй медвежий цикл. Посмотрите, здесь тоже было движение вниз, доход, до дна, около дна. После чего что-то на подой пинцета, два пин-бара. И движение вверх. Докуда? Если мы возьмем импульс, откуда пошла цена, нанесем Фибоначчи, то получим. Доход до 0,5 на 618 и разворот. Отскок дохлой кошки. Пошли вниз. И вот они две недели двигались вниз. Что примечательно, что мы дошли до донышка, расторговка. И вот был подъем. Локальный подъем. Неделя локального подъема. И после этого шмяк, и мы упали. Все, на этом дно. И плюс ко всему что? Правильно, конвергенция. Это естественное намекание на то, что дно уже близко. Конвергенция или дивергенция, если мы наверху. И вот теперь, когда мы с вами подойдем к нашему текущему, последнему моменту, то мы получаем. Пожалуйста. Здесь у нас тоже рисуется конверт, друзья. Конверт. Получили пинцет. Поднимаемся вверх. Если мы даже дойдем до тех же, вот они райончики 25, да. То есть, совершим после этого разворот. Вот, пожалуйста. Да, вот локальная ростовая неделя, о которой я говорил вчера в видео. Вот идет рост. И после этого разворот. И двигаемся дальше вниз. И опять же, конвергенция, которая говорит о том, что дно уже близко. Или оно уже было, или около дно. Но если учесть, что у нас конверт был как раз таки, вот он, в процессе. То есть, конверт у нас образовался в точке, когда мы фактически были на дне. Вот оно. Оп, оп, и нисхождение. И вот он, конверт. То можно предположить, что вот этот конверт тоже говорит о том, что одно-то, может, уже и найдено. Я это и допускал, включая вчерашний день. И это входит, вписывается в наш технический анализ. И не обязательно мы в июле месяце, как я высчитал 10 июля, еще кольнем ниже, скажем, те же 16. Но и не значит, что и не кольнем. И если говорить про конвергенцию, то мы пройдемся с вами не так далеко, а буквально в эту точку. И если мы посмотрим это место, вот это было место локального дна. Если я не ошибаюсь, по волнам Эллиута это была вторая волна. Так вот, в этой второй волне у нас просто куча конвергенций. И они образовывались раз за разом. Здесь, если мы их посчитаем, можно насчитать маленьких 3-4. И вот она большая, вот она образовалась. Посмотрите, пожалуйста, вот у нас конвергенция. И что здесь самое важное? Что дно было здесь, но через месяц, посмотрите, 19 мая. А когда 22 июня месяц прошел, и мы получили с вами второе дно в подарок. Завернусь? Нет. Возьму чистыми руками. И получается, вот оно, через месяц. Так кто сказал, что мы с вами не повторим в текущий момент то, что мы видели? Да, у нас конвергенция. Но кто сказал, что мы с вами сейчас не получим вот третью? И все. И на этом точечка. И двигаемся дальше. Аккумуницируемся и двигаемся вверх. Но это при условии, если фонда не устроит нам всем сюрпризы. А сюрпризы могут быть. Поэтому нужно быть бдительным. Никаких сотых плечей, хотя бы 99-е. Шучу. И если взглянуть на карту ликвидации, вы увидите мультиликвидации с четырех бирж. То с правой стороны шертовые ликвидации. Выходит, что можно дойти вполне на ликвидациях до 27 тысяч. 26 900. И неплохо так ликвидировать. После чего совершить отскоку до ухлой кошки. И ликвидировать все, что есть слева лонговое. И плюс это еще добавится. И на таких саночках мы прокатимся до 16, а то и 11, что даже просто диву-дивишься. Соответственно, все реалистично. Все сценарии отрабатывают. А на сегодня все. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Оставьте свой комментарий. С удовольствием прочитает. Это продвигает и помогает алгоритмам ютуба. Также в описании под видео есть две замечательные биржи. Bybit и Femix. Самыми низкими из всех известных бирж комиссиями. Это своеобразное. Спасибо мне за то, что я делаю для вас. Берегите себя. Увидимся и услышимся. Мое пари 23 тысячи. Вперед.